на каналах the get поступил вопрос о стремлении все поднять под себя этот вопрос можно подразить на 2 первое это когда это стремление встречается у нас второе когда мы видим в коллективе это стремление другого на прямо что если плены духовные законы нас на которых развивается реальность если чек старается как бы поднять планку собственного самоуважения показать другим что он тоже на что-то гораст но пользуется такими методами на ком-то этапе он потеряет все скажу в начале со 2 что как мы смотрим на тех людей которые в коллективе так себя начинает вести иногда эта ситуация возникает но все из того что напрячь долгое время в жил в изоляции и у нее просто например в школе и в институте не вырвался пленных навыков взаимодействие другими людьми и такой человек если еще таких-то школьных праздник он хочет всегда быть ведущим в институте он всегда хочет быть на первых ролях но действительно если у нас когда-то с ним получится дружеская какая-то беседа то уже можно сказать что слушай брат или там сестра знаешь закончите что ты будешь получишь все общее презрение как хорошо сказал об этом и семён мазаев да вот два мальчика отличника оба учатся ну все великолепно ну знает но с одним все дружат до другого презирает первому хочется быть выскочкой и показать себя на фоне остальных своих одноклассников до себя лучшим и он даже презирает некий закон и дружба до рисуюсь в пацанячем коллективе до другой например отличник он просто чувствует вот эту какую-то ситуацию там его вызывают он отвечает да но перед своими друзьями не старается показать себя лучшим как-то я был в одном лагере тогда уже пионеры не было и была ситуация когда один человек вот но во время знакомства до начинается смена каждая к себе что-то говорит он еще грешно знает несколько языков что он такой что он сякой в итоге он даже не дождался конца смена он получил все общее презрение да и въехал и действительно иногда бывает речь идет уже кита серьезных расстройствах сейчас не обсуждаем врожденные и это приобретенные но некий таки уже антисоциального спектра расстройства да когда человек попадает в коллектив и он начинает просто настраивать одну часть коллектива на другую ситуация бывает разной если есть возможность до него достучаться лучше конечно достучаться на набой ситуации когда достучаться невозможно и все что мы можем сделать это попрощаться с таким человеком ну дав ему несколько шансов исправиться потому что человек который сам старается со всеми эти контакт конструктиву трудно предположить что у кого-то есть такая яра заточенность вот на разрушение он такой чек обманывает манипулирует одним людям рассказываешь другие меня обидели ну и и всеобщую войну начинает развивать иногда такие люди прорываются к начальственным должностям но в целом иногда коллектив вычисляется вот такого скрытого червячка если этот человек он не требует от нас что мы стали духовными наставниками чтобы мы научили его жизни да нету запрос на наше духовное чисто если мы обречены все-таки властью полномочиями можно сказать что если это будет продолжаться это будет сумму относить коллектив тогда при всем том что нам тебе жалко мы будем вынуждены расстаться обрисать чеку ту перспективу которую сейчас идет если это бывает например у нас и и или у наших детей ну к уже близко да и вот даже у этого ситуации где в коллективе иногда есть такой метод все-таки когда мы человеку показываем неправоту его действий все-таки оперирование евангельскими смыслами а той пользой о котором думают потому что безусловно священное писание истинно нефть не для всех священное писание является авторитетом и поэтому если в научной литературе был описан случай когда один человек который получал стоматологическую сказать образование у него уже были собственные клиенты но он должен выходить чего в колледж и во время так это когда должен быть занят на начал время время для своих клиентов и когда педагоги ему делали замечания что он пропускает занятие он их оскорблял очень грубо а когда они обижались он гибну это ваша проблема что вы обижаетесь вот такому чеку иногда не получается искать что ты знаешь ты против ну нехорошо себя ведешь по нашим старшим это аморально он этого не понимает у него этих понятий не существует есть на надо надо говорить ему через его какую-то перспективу какая твоя цель самостоятельно медицинская практика чтобы ее вести какая у тебя должна быть более локальная цель диплом что получить диплом что тебе нужно как минимум хороший контакт с преподавателями то что ты делаешь способствует этому не способствует да это же ночью литературе было пыть на случай когда женщина была лишена религических прав но после тюрьмы она вдруг осознала себя матерью и захотела встречаться своей дочерью и приемные родители разрешили эти встречи и однажды эта женщина захотела взять эту приемную дочь на ночь к себе приемная мать не не разрешила и вот эта женщина вскипела стал гореть что сейчас сожжет этот дом со зря здесь бессмысленно надо говорить что ты знаешь это не правильно это морально что ничек он не роску это христиан appreciated него и эти термины существуют здесь можно повести разговор таким путем какая твоя цель до чаще видится с дочерью чтобы чаще видеться с дочерью что что нужно но как минимум доверительное отношение с опекунами то что ты им хочешь крикнуть что ты сожжешь их дом если нет пусть ребенка это будет способствовать доверительным отношениям не будет способствовать Скорее всего, будет ситуация другая. Вообще, твоя дочь просто будет передана, может быть, в другую семью. Либо с приговором суда ты будешь вообще отсечена. Когда эта вещь происходит с нами, это, конечно, очень тяжело осознать, что мы рушим свою жизнь. Но это будет так. Есть очень книга, которая, может быть, она и не очень духовная. Но мне она нравится, потому что процент на 90, она очень хорошо вписывается в христианское мировоззрение. Ну и, по сути, это такое практическое, что ли, Евангелие. Ну и евангельские принципы изложены, может быть, неверующими людьми, но экспериментально найдены в окружающей жизни. Это книга «Лидеры племя». Понятно, сейчас мы не обсуждаем, стоит читать книги, стоит там просто описан принцип. Что есть пять типов культуры. Кому-то, может быть, и интересно будет познакомиться с этой схемой. Первое, уровень – это все плохо. Это когда люди не убирают свои рабочие места, ссорятся, ругаются, дерутся в коллективе. Понятно, такой коллектив никогда не сможет создать ничего хорошего. Второй момент, когда человек все-таки приходит, по православному точке, к саму коренью. Он говорит, что оставляет идею, что плохо все, плохая сторона, плох я. Значит, у меня недостаточно образования, недостаточно каких-то компетенций. Он начинает двигаться. Третий уровень – это я крутой. 80% всяких книжек, бизнес-книжек, относятся к этому уровню. Стать звездой. Но в чем проблема? Когда ты становишься звездой, может быть, для себя у тебя и появляется эйфория, но ты рвешь связи с другими людьми. И ведь каждый человек хочет, чтобы у него было какое-то самоуважение, была какая-то обратная связь от коллектива, чтобы тебя уважали. Но когда ты играешь только сам по себе, ты никогда не получишь то, чего мечтаешь. И даже никогда не сможешь создать большое дело, потому что большое дело можно создать только сообща. И поэтому некоторые люди, пройдя этот путь, вот такого эгоцентризма махрового, приходят к четвертому уровню, что мы крутые. Что он понимает, что большое дело можно только сделать в коллективе, когда мы не просто договариваемся, а выполняем свои договоренности. Потому что человек эгоист, например, мы договорились, вот вы должны выполнять часть договора, а я не должен. Король слова дал, король слова взял. Но этот уровень имеет недостатки, потому что этому уровню нужен враг. А строить свою жизнь только в оппозиции к врагу, это всегда проблематично, чтобы показывать последние события. На пятом уровне это как раз то, что, видимо, авторы пытаются нащупать, но то, о чем нам говорит Евангелие, это когда люди приходят к какому-то совместному творчеству, не в смысле рисовать что-то, картины какие-то, а сделать какое-то дело, но где все настолько друга ценят и любят, и настолько горят какой-то общие идеи, что не нужен никакой враг для того, чтобы двигаться вперед. И надо понимать, что если человек сам делает из себя звезду, игнорируя при этом окружающих людей, то то уважение и самоуважение, которое он пытается достичь, и то сделанное дело, и воплотить то дело, к которому стремится, у него не получится. И поэтому все-таки, чтобы мы не пожали катастрофу, не пожали изоляцию одиночества, лучше все-таки учиться прислушаться к ближним, потому что конец вот такого образа жизни – это изоляция, выпадение из социальной какой-то жизни, и полное одиночество, когда отворачиваются все, чего никому не хочется пожелать. Продолжение следует...